Россия массировано атаковала Украину ракетами и дронами в ночь на 19 июля. Били с южного направления, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Повреждены жилые дома, военные объекты, а также объекты критической инфраструктуры. Всего РФ применила 31 ракету и 32 дрона, говорит спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Витрино-наземного базу, ну и дрони Камикадзе. Взагалом уже поведомляли, що знищено скільки цілей, саме 13 калібрів із 16 запущених, тому що там запускали її фактично декілька хвиль, і остання була десь після 6 ранку, коли ворог ще раз атакував з Чорного моря. Далі ж по дронах 23 знищено із 32, дрони застосовували теж по півдню. Целью були Київ, Житомирська, Херсонська, Полтавська, Кировоградська, Черкасська, Дніпропетровська, Николаївська, Запорожська, Сумська області. Но основной удар вторую ночь подряд був на Одесі. Эту атаку можна назвати, пожалуй, одной із самых массированных з февраля 2022 года. Противокорабельными «Ониксами» и Ха-22 были атакованы портова и критическая інфраструктура Одессы и Черноморска, сообщили украинские военные. Попали в зерновой и масляный терминалы одесского порта, повреждены резервуары и оборудование для загрузки. В городе загорелся и начал детонировать склад с фейерверками. Позже местные власти сообщили, что пожар произошел в результате попадания ракеты. Также местные телеграм-каналы публикуют фото огромной воронки на одной из улиц Одессы. По информации пресс-службы оперативного командования ВСУ «Юг», она образовалась в результате падения сбитой ракеты Ха-59. Вот так ракеты летели по жилому кварталу Одессы. Множество квартир разрушены. Местные жители публикуют видео, на этом девушка получила ранение от осколков. Было окно, и нет его. По предварительной информации пострадали по меньшей мере 10 человек. Троих людей с травмами госпитализировали. Также за помощью к медикам обратились еще шестеро горожан, среди которых 9-летний ребенок. У всех травмы от осколков стекла и других предметов. Еще один удар пришелся на торговый комплекс, расположенный на рынке 7-й километр. Тем временем, крымские паблики утверждают, что это сегодняшние ночные запуски калибра по Одессе. Ужасная ночь была в Херсоне. По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, около двух часов ночи, был прилет в Шуминском микрорайоне города, повредила двухэтажку. Пострадала пожилая женщина. Разбили, все размолотили, распутили. Давали меня, у меня сильно рука валит, это там сбито. Не важно, я себя чувствую, я так, не важно, да это еще, не важно. Все, конец света. Тут сразу же, ну, тут же горело вот это все. И мы же побежали, ну у нас очень мало квартир. Побежали же проверить, что как, а у нее заблокировала дверь. И никак, вообще никак. Ну, мы вынесли лестницу с подвала, и через балкон залезли военные, вывели ее на улицу. Вот так, трохи и под носом кровь, рука болит, и на плече крови, на ногах мы быстро вызвали скорую. Также из-за удара сгорел дом культуры, говорит сотрудница заведения. Все сгорело у нас. Вся помощь людям. Вся аппаратура сгорела. Мы приходим, это церковь. Мы арендуем это помещение. Намеревались россияне попасть и по столице. Рано утром в Киевской области работало ПВО. В Киевской АВА сообщили об атаке шахедами. Также мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграмме сообщил, что в городе были слышны взрывы. Позже начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что все дроны Камикадзе сбили на подступах к Киеву. Обошлось без попаданий и падения обломков. Сложнее было в Житомирской области. Как рассказали в АВА, регион также атаковали дронами Камикадзе. Повреждены частные дома и объекты инфраструктуры. О пострадавших не говорили. На масштабную атаку по Украине отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что ночью россияне абсолютно сознательно целились по инфраструктуре, которую использовали для зерновой сделки. Президент дал поручение военным усилить защиту людей и портов, а МИД активизировать контакты с партнерами для большего давления на РФ. Ведь каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по миру. Касательно защиты Одессы, Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны СМТТ или Патриот, добавил президент. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях и не забудьте подписаться на канал, чтобы знать все главные новости о войне.